Они были первыми. Рыбницкие милиционеры 33 года назад дали клятву верности народу Приднестровья. В 1991 году почти весь состав РОВД перешел под юрисдикцию ПМР. Поздравить сотрудников и ветеранов приехал министр внутренних дел Виталий Нягу. Поздравляю вас с 33-й годовщиной со дня образования Рыбницкого отдела внутренних дел. В 1991-м Борис Гротила был начальником отдела кадров. Вспоминает, тогда было давление со стороны Молдовы, на сотрудников заводили уголовные дела. Рыбницкие милиционеры выбрали служить народу Приднестровья. Мы чувствовали, что Молдова начинает давить на приднестровских сотрудников. У нас в апреле месяце 1991 года решили переатестовать с милиции в полицию. Поэтому сразу вопрос стал национальности, изучение румынского языка. Мы начали давление на наших депутатов. В Кишиневе их избивали, требовали голосовать, как они предлагают. Поэтому они обратились к нам за помощью, чтобы взять их под охрану. А Тимофей Гончар в то время был инспектором уголовного розыска. До сих пор помнит, как 33 года назад присягал на площади. Говорит, если бы все вернуть назад, не задумываясь бы, повторил этот шаг. Под руководством тогдашнего начальника румынского ОВД Фучаджи Ивана Васильевича мы построились и пошли на площадь Города Римницы, на площадь Победы, где торжественно приняли присягу на верность Приднестровью. Мы были в восторге все, мы были радостны. Народ нас окружал, спрашивал, поздравлял нас. Люди поздравлялись цветами. Мы не знали, что может случиться с нами. Если бы не состоялось Приднестровье, то мы все оказались бы в тюрьмах Молдовы. Это 100%. Но благодаря усилиям всего народа Приднестровье состоялось, и оно процветает. К примеру Рыбницких последовали милиционеры и других городов Приднестровья. Сегодня ветеранской организации РОВД торжественно вручили знамя. Каждый год мы собираемся здесь, на этом историческом месте, где было принято очень важное стульбоносное решение не только для Рыбницкого района, но и для всей нашей республики. Сотрудники советской милиции придали решение перейти на сторону народа, защищать его права и создавать новое молодое государство – Приднестровскую Молдавскую республику. Это поистине подвиг каждого из вас, товарищи ветераны. Сегодня вспоминали сотрудников, которые погибли при исполнении служебного долга, а лучшим вручили награды и очередные звания. Продолжение следует...